Музыка После съемки ролика про пригон и растаможку автомобиля из Германии мне захотелось узнать, как обстоят дела у людей, которые пригоняют машины из других стран И сначала я думал про то, чтобы снять такой ролик про пригон автомобиля из США И наверное я его еще сниму, но пока случилась растаможка евробляхи Вот сейчас я приехал к нашему герою, Олегу, который как раз занимается растаможкой своего бляхомобиля Это Renault Grand Scenic Узнаем у него, насколько это было сложно, с чем он столкнулся Какие были проблемы и нюансы по сравнению с растаможкой обычного европейского автомобиля И в конце концов, чем это все для него закончилось И поздравим его с получением нормальных украинских номеров Привет, меня зовут Олег Я купил евробляху в прошлом году, а в этом году решил ее растаможить Машина из Бельгии, завезена в Литву 2009 года, евро 5 И очень в хорошем состоянии Поэтому решил оставить и растаможить Давай, расскажи, с чего процесс начался, как ты ее ввозил и с чего ты начал ее растамаживать? Я ее владелец Это бывает важно для тех компаний, которые делают переуступку прав и завозят автомобиль по-другому Мой автомобиль оформлен на меня Я его владелец, но в Литве Поэтому для растаможки мне нужно было снять машину с учета и привезти ее сюда Она в транзите Для того, чтобы растаможить ее, не надо было выезжать за границу Не надо было выезжать на таможню Можно было оформить в любом отделении таможни в Украине Это очень удобно, потому что в Киеве несколько таких таможен есть Можно приехать с брокером, оформить предварительную растаможку Сменить режим транзит на режим импорт И, соответственно, получить автомобиль, который готов к растаможке Штраф платил? 8500 гривен в виде добровольного ВНЕСКО вносится прямо в таможенную декларацию Ну и по большому счету дальше процедура не отличается Таможня, сертификация Таможня, предварительная сертификация, потом подтверждение сертификатом после таможни Для того, чтобы поставить на учет И получение номеров Сколько все про все? По деньгам или по времени? По деньгам По деньгам автомобиль у меня большой Поэтому и литров много в двигателе, 1,9 Соответственно, и стоимость повыше По деньгам выходит около 2500-3000 долларов И на это, в принципе, стоит где-то ориентироваться Билл не говорил плохо, некрасиво Все очень позитивные Прошел? Молодец Не прошел? Не молодец Но здесь уже зависит от автомобиля Потому что приезжали, на самом деле, полуразобранные автомобили Сразу скажу Сертификация – это проверка оптики на соответствие Это наличие всех стекол и зеркал для того, чтобы была хорошая обзорность Это наличие тормозной системы и ее допуски И это соответствует выходу Если автомобиль битый Ну, например, там повреждена дверь Но она открывается Автомобиль продолжает ездить Обязательно должны работать ремни безопасности Так как они тоже проверяются И вроде бы все Больше всего времени потратил на сертификации авто Это двое суток Причем с записью в ночь Я приехал на первый день И записался, по-моему, 73-м или 74-м Потом увидел, что это всего лишь один бокс Который сертифицирует автомобили И время занимает около 15-25 минут на каждый автомобиль И понял, что сегодня ничего не будет Ребята работают с 8.30 до 17.15 Это, в принципе, общекиевская практика Но, к сожалению, пропускают около 40 автомобилей в день Поэтому, если кто-то собирается и готовится что-то сделать Я бы рекомендовал запастись терпением Горячим чаем, теплыми носками Потому что очень холодно сейчас было Может быть, к весне будет легче И самое главное, выезжать пораньше Часа в три ночи Тогда будете первыми, вторыми А возможно, третьими Все бляховоды? Все бляховоды, плюс электромобили Плюс новые автомобили, которые сейчас приехали Все подлежат обязательной сертификации Я имею в виду в очереди все бляховоды? Нет, нет Есть и американцы Ну, сертифицировать нужно автомобиль, который приехал сюда То есть, получается, не все бляховоды, а просто водители Ну, просто я когда на Усенко сертифицировал Я приехал, я был третьим Передо мной был дядя на бусе Рено Не на бусе, а на пирожке И за мной была Хонда Гибрид И все И все Сейчас не так Сейчас 50 автомобилей якобы они должны пропускать Они не успевают Приезжают как корчи, так и новые автомобили Соответственно, это занимает либо несколько минут Либо до получаса И многих отправляют, да? Да Вчерашняя статистика была такая 36 автомобилей пропустили за один рабочий день И к этому всему около 26 автомобилей прошло сертификацию Остальные приехали дальше Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо Пока Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!